Вот, мы подъезжаем к саду коров у нас в Потеряевке. Там вот у нас лагерь, сзади меня остался. Вот. Здесь пасут у нас две сестры пожилых из Потеряевки. Это Нина Васильевна Шадрина. И Устинова Валентина Тихоновна. Вот Игнать наш приехал проведать их, фотографии поделать. Сейчас мы будем их снимать. Вот наши коровки и овечки. Слава Богу. Добрый день. Добрый день. Вот вы попались. Вот коров пасут. Это моя сестра Валентина. За кого пасете, это не пойму. А это что, оторвать? Да потом, потом. Потом, потом, потом. Так, это я нашел. Висела шинелка. Так, попросили нас попасти, выручить Андрея. Он колет свиней. А я попросила Нину мне помочь. Ага. А вот Нина Васильевна, это сестра родная моей жены, Надежда Васильевна. А Исаак приходит и говорит, баба, вы не забыли завтра на работу? А мы обои забыли. Что, утром на работу? Вот так. Ой, ой, да скорей. Вот пасут правильно, я смотрю. Вот это вот здесь траву скосили. Это оттава называется. Зелененькая трава. Ну как неправильно, я дочь пастуха. Как неправильно. А вчера твоя внучка куда загнала? Вон там, знаете, оттуда согнал. Лежит там, посчитывает. А они даже травинки одной нет. Я говорю, нарви горсть одну. Она не могла горсть нарвать. Игнатий, их хоть куда загони. Мы с Любой погнали. Да ураликов идут, не остановишь. Надо двоих. Один впереди стоит, другой сзади останови. А вот двоих-то нет. Они в сторону убегают. Да. Останавливаются они. Вон туда удрали. Видишь, куда убежали. На двоих-то денег мало будет. А одна и не вправишься. Одну нет. Одну ты не пасут, как право, с подпаской. Вот видишь, смотри, один влевый, другой вправо убежали. Все. Вот видишь, как. Ладно. Это вот поля. Вон далеко-далеко там видно или нет элеватор. А то столбы идут в Потеряевку. Это 10 тысяч киловатт. Или что там. Тут свой трансформатор. Видишь, вот как гонят. Это вот бык такой большой. Глушковский. Ну, это уже ясное дело, что на убой, на мясо. Овечки. Вот это вот одна за другой идут лесополосы. Вон они идут, лесополосы. Я интересуюсь, сколько лесополосы занимает километров в России. Ну, это, наверное, сотни тысяч километров. Ужасно, сколько. Вот глянь, только через какое пространство. Ну, полкилометра меньше. Одна полоса идет, вторая идет, третья. Куда ни глянешь, едешь по всей стране, везде лесополосы. Дали указания. Ну, почему-то считали, что сталинские лесополосы. Вот какой. Бычары. Ну, а что? Ну-ка. Куда ни никогда не подпустят. Видишь как? Лесополосы. Это перехватывает суховей. Поэтому. Вон там одна лестница. Непонятно, откуда она появилась. И мы еще маленькие были. Рядом черемуха тут лазили. Я когда приезжал, один здесь был. И там печку сделал, русская печка. Я наловлю гальянов. Помаленьку коплю, коплю большие чугуны. Русская печь сушу. И в сумке берегу на зиму, чтобы... Ну, а пошел сюда за черемухой-то. И тут мне не видать. А тут солдат прислали на уборочную. И он, видимо, ехал, посигналил никого. Нет, он зашел. Ну, он моих гальянов, карасей-то, всех этих сушеных собрал. И одни чугуны пустые стоят. Я прихожу, я еще не понял. Думал, это котик мой. Так у меня ничего нету. Я на зиму готовил там кошкам. Добавлять где-то. Ну, а что он сухой-то это? Давится, думаю, бедный солдатик-то. Теперь он еще там... Ну, на завтра пошел. Думаю, я еще наловлю. А помаленьку ловится. На завтра мордушки стоят. Я залез, никогда не видал. Прям мордушка, больше половины рыбы. Я восстановил за один день все, что у меня солдат украл. А он на машине как ехал, на уборочной это. Ну, а тут-то вон лагерь. А там ничего не было, только одна русская печь. И он зашел, а у меня тут висит рыбу насушил. Он ее всю подгреб, из печки чугуны вытащил. Где сушится рыба, пот-то. Ну, все забрал-то. И куски хлеба были какие забрал. А завтра машина едет, хлебом торговали. Я тут же купил, в один день почти все восстановил. Так что каждый день лучше вчерашнего. Вот оно как. И вот мы пасли. Выгоняли мы всегда, когда еще первый снег сходит, а везде еще бочежинки вода, снег. И до самой осени, пока снег не покроет землю. А сейчас вот они вышли до обеда, после обеда пасет другой. А некоторые додумались еще до обеда, так в семье меняются по часам, чтобы компьютер не забыть. Ужас. Коровка, как она ест тут? Трава хорошая. Посмотри, какие маленькие телятки. Это все в Потеряевке. Мамонтовская района Алтайского края. Какие поля. Вот на них я вырос. А там вот, вот кусты где стоят. Тогда меньше кустов было. Там большие такие, как бы, котловины. И там вода. И я в воду прятал ведро. А когда пригоним туда коров, отец отдыхает, а я сусликов выливать. Сусликов было много-много. Один день я поймал 70 штук сусликов. А потом их сдаешь по 3 копейки. Вот велосипед 72 рубля стоил. До шарщины 20 километров. Надо ее шкурку эту растянуть. На 6 гвоздиков высушить. Сдать 3 копейки. И вот надо накопить на велосипед. Там он корчен. 12 километров напрямую. А если вокруг, то это 15 километров. И там мы учились. У нас было 4 класса. А там было 7. Я перешел в 8, они сделали 8. В 9 они сделали 9. И так там 10 классов и кончил. Вот вопрос. Синокос. Валяется целлофан. Вот такие куски. Почему не убрать? Веревки. Корова запуталась. Нина за ней. Она корову путается и не может. А так никто ее видел-то. Кто? Все пастухи видят. Хозяин видел. А хозяин? Хозяин не видел. Ну как не видел? Видел только, если кто пасет. И хозяин видел. Хозяин и пасет. Какой хозяин? Кто? Дьякон? Женя? Иглушков? Ну, может быть, здесь и не пас. А если пасут, то есть различно. Никто не нагнется. Вот целлофан. Мешок сожрет. Мы где видим, мы все собираем. Мы собираем стекточки, гвоздики. У него рассыпался тюк. Он знает, что веревка, вылезь и забей. Да, безразличие и есть. Вот и все. Ну, выговори их. Выговори. Вот видишь, как заботится сестренка. У нее шесть сыновей и дочка. А вы суслика, как, Игнатьич, выливали? А? Как вы сусликов доставали-то? Как вы, заливали норки или что? Норку заливаешь, а он же там вода, дышать нечем. Он выскакивает, его зашиворот. А бывает в норке два, три, пять, шесть сусликов. Они, выводок уже вышел. А летом они, когда жара начинается, они норки замуровывают и спят. Пока не наступит прохлада осени. Бывает целый месяц летом спят. Вон там лага, дальше туда мы ходили. Куда ни посмотри, везде идешь, суслики бегают. Вот у нас в лагере они прям под столом бегали. Они хорошие. Они не как крысы. Мягонькие, глаза миндалевидные такие. Вертикально встанет и свистит около норки. Но тут сейчас нет ни одного суслика. Нету, коршуньё появилось и все растаскали. Тут кошки ходят по полям. Я не знаю, почему раньше деревня целая была, но сусликов было. За них платили 8 штук сусликов. Это трудодень запишут, но обмануть не дадут. Второй сорт это 5,4 копейки. А первым сортом 6 копеек. Ну кто за год жив сырьё называлось. Они принимают, конечно он обманет. Нас скажут, не такой сорт. Ну и все. То жирность большая, то жирность маленькая. А они красивые, пегонькие. На пальты пойдут. Из них белых делать будут. Как Шарик говорит, вот мы здесь росли. Это вот рядом, это костёр где у нас идёт. Здесь мы встречали отца. Тут вот труд, можно подъехать. Отец пригонит, овечек оставит. А мы бежим караулем. Мы видим, когда он подгоняет овечек. А у меня были копчики, гестребки такие. Я с птицами занимался, дрессированные. А он других птиц там ловит и тает где-то. Просто было очень интересно. Никакого развлечения как будто не было. Но у меня вся деревня была. Я очень спортивный был. У меня футбольное поле отдельное. Там волейбольное, наверное, было. И городки, и канаты шестые. Но чего только не было. И поэтому футбольный мяч был один в деревне, у меня именно. И ко мне все приходили, ребятишки. Нам было интересно, потому что мы всё считали своим. Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё. Мы на полном серьёзе верили, что это всё наше. Поэтому рубить деревья где-то, это категорически запрещалось. А сейчас каждую весну пожары горят, всё пропадает. Страна как будто бы уже из страны никакой нет. Всё разваливается. Пойдём туда дальше. Вот они, пасу. Помаленьку гонят, потому что в час дня надо загонять отдыхать. До трёх, до четырёх они. Но время уже без десяти. Без десяти час уже время. Ну всё, они как раз и загонят без десяти час. Вот они с Ниной пасут, а завтра ты пасёшь, Володя, до обеда. Вот тут не было ничего. До 1991 года, 20 лет, 1972 года. Никого не было вообще. Только вороби да мыши. Вот мы поселились, видите, ходишь свободно. Никому ничего не должен. Ещё надо сделать себе сам. Благодарим Бога. И вот они сейчас сегодня до обеда отпасли вместе коров и овец. Вот так вот у нас коровы входят. Здесь, конечно, забор. Упал. Уронили его. Потому что иногда гонят быстро. И коровы уже не смотрят на препятствия. Проламывают. А там у нас дали лагерь. Стан наш православный. Такой вот он издалека выглядит. В деревьях весь. У нас два загона здесь. Слева вот здесь, вот куда корова направляется. Это у нас тут корова отдыхает днём. Стоила называется. Вот. А овцы потом направо разделяются. Они уже это знают. Я тоже пасул коров. Очень нравится. Духовным заниматься. То стихи из писания заучиваешь. То стихотворение. Духовное тоже. Та же. Песни поёшь. Ну, как говорится. Как Бог даст. На обед. Вот овцы разделились. И коровы. Они уже знают сами. Вот они разделились. Они уже знают, куда кому идти. А потом по другому. Саля. 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 Баран. На баран. Баран. Дома место. Саля. Саля. Пошли. Саля. ну заходим чё встали-то это зашли у нас свое стоило у нас эти дни особенно несколько дней назад шел полностью целый день дождь и потому тут грязь исчез а так когда летние вида тут сухо у них вот такая стоит сейчас тут уже ничего не сделаешь там закрывается на цепочку все все сделано ну давайте давайте я закрою сейчас подержите пока закрою просто ну смотрите в окошечко ворота закрыть чтоб не убежали чтоб не убежали я бы замок ставит все давайте с богом вас спаси христос ну а ты же кирочки пойдем так мне надо взять еще все не 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 вот я настоящая борьба это наш белый серого серый подкидыш какой шкот то вырос гляди пац этого дела он подвижнее нашего намного а сейчас он уже ему не уступает нет так он моложе его моего там моего он моложе его намного а вырос уже больше почему какой прыжок у него прям по воздуху лететь он вашего теребит чтобы он подвижный был а мой тон флегматик не охота его уж он заснул пока сейчас лапу поднимает он поглядел и заснул видишь как летать гляди 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 только лапой а этот целиком прыгает весь тигренок настоящий гляди готова а что с этой часто к покормил их каша на мясе со сметаной рыба свежая и такая вот так не нашим белый пошли Серый, пошли, голубей смотреть, голубей Пошли, пошли, скорее, скорее Скорее, пошли, скорее Пошли скорее, серый, скорее Голубей пошли, серый, корее Иди сюда Голубей смотреть Белый, белый Белый, белый, белый Серый, скорее, скорее Посмотри, как они сейчас поедут волночатся. Вот, замочек открываю, потому что когда травили голубей-то у меня, до сих пор замок. Туда нельзя, нельзя, нет, у меня голубей тут половят. Подожди, подождите, ребята, постойте, дверь закрою. Они голубей поймают. Я не должен пускать их сюда. Иди сюда, повернись. Вот это я залез на вторую голуби отнюю. Это у меня тут немного голубей. Ой, мои голуби, они меня заждали. Да хорошенькие мои голуби. Гули, гули, гули. Ну, я вам сейчас пшенички дам. Еще. Не стоят. Ну, подняли голову-то. Ну, это тазик с водой. Вот они тут раздолье. Ага, залезли там. У них еда в голову торчат. Вон они, облезли. Линяют к осени-то. Это окно там, где видать. Вот он и где. Сколько их. А это вот, я называю их тюрюки. Туисы. Ну, вот мешок на два получается. На два тюрюка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать тюрюков. Шесть мешков. Я им засыпал. Маленько на это. Вот они и заварковали у меня. Ну, давайте, ешьте. Все, друг друга гоняют, что-то дерутся. Гули, 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 гули. Гули, гули. Да, мои хорошенькие. Немножко у меня и голубей-то тут. Вот оно куда. Это там тазик стоит с пшеницей. Ну, и висит на проволоке. А чтоб по проволоку не ударились, привязал к ним палочки. А снизу соединения нет. Мышка не может попасть. А чтоб по брусу она дойдет и упадет туда, поезд, то много не утащит. Замучивается падать. Вот они где, гуленьки. Это я снимаю сейчас, как электрические столбы ставят. Железобетонные, для электричества, так сказать, правильнее будет. Ну, и что у меня тут? Ну, никакой пользы от голубей нет. Пользы от вас никакой. А для души отдых. Вот они какие. Да все щубары. Вот щубики у них. Шиненчики. Ой. Это друг друга гоняют. Это что-то... Вот они где. Хорошие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, значит, пятнадцать штук. Ну, пятнадцать, шесть штук заберу в город, потому что там был падеж и нынче. Вот. Плеснула в маленько пшенички. А вот они. Это Игорь Барабаш опять же дает. Без Игоря никуда. Это он. Души и отдохновения. 25 сентября 2014 года. Вот люди тоскуют там или что-то еще. У нас этого ничего не бывает. Батюшка меня сегодня спрашивает. Ты сколько себе даешь лет-то? Батюшка, а что давать-то? Как чувствуешь себя на сколько-то? Ну, я откуда знаю, как-то... Мне кажется, я где-то 25-30 лет застрял там, не могу выйти. Потому что тело стареет, а душой-то я не... Я все время обновляюсь со дня на день. Молишься и каждый раз встаешь. Ну, вот я пришел на этаж, поднялся. Ну, а тут только идти, идти сейчас. А у меня вот она висит. Что тут? Щетки висят. Вот они. Все. Помолился. Три святоя, сто поклонов. Вот и ходи к голубям. Эх, охота попасть-то туда. Голубятинки попробовать. Любовь Николаевна сестра одна уезжает. Поэтому я машину жду, чтобы загрузить по мощи вещи. Он ежесен на лавке. Вот мы находимся на голубятне. Че, воробьи вон они. Гоняют, залетают. Вон они, видать. Вот голубя у меня. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, где-то один. Знать, как начинали. 15. А что-то тут больше. 16. Там еще один. Ну ладно. Это маленькие вылились. Сейчас они слетят сюда. Сейчас маленько выключи. Сейчас я воды налью. Потому что без воды им пугут. Ну, мои голуби любят в воду. Да мои миленькие голуби. Да красота такая, а. Да как можно не любить голубей. Строй. Вот шарик ест. А вот серенький тоже ест. Вот они какие. Оба христианина, видимо. Такается. Вот они как дружно. Серенькие с шариками едят. Вот так Господь делает. Вроде кошка с собакой, однако дружат. Я пошел в баню. Ага. Из одной чашки сейчас ели. А? Из одной чашки ели. Да-ка я вижу. Ну. Еще бросил ест. Она вон так гоняет его. Я ее пробовал уже отгонять. Белый, белый, белый. Белый, белый, белый. Давай. Ну туда. Потому что тут ходят, кто попало летят. Вороны все съедают. Я пошел в баню. Ага. Все, с Богом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»